здравствуйте сегодня хочу показать мастер-класс приготовление блюда которое давно забытая уже мало кто помнит я родом из советского союза поэтому я ее хорошо помню ну конечно последний раз готовил находясь в советском союзе сейчас нас курицами гриль кормят разными там крылышками окорочками но не встречаю я по крайней мере распространенного такого блюда как цыпленок табака я вам сейчас покажу как его приготовить очень быстро в домашних условиях для этого мы покупаем целиковую курицу в советское время куры были в 80-х годах в начале особенно они довольно тоже крупные были бройлеры и все содержимое вот то что вынимали печень сердце там почки желудок все помещали вовнутрь оттуда этот пакетик извлекается извлекали мы это мы куда-нибудь для других блюд использовали а это курицу мы таким образом делали так я сейчас буду демонстрировать ну сейчас у меня как говорится в моем хозяйстве я здесь как говорится один сейчас ну в моем хозяйстве нет раздел этих секатора ну поэтому я ножом это проделаю так курица вот таким образом разваливает по плоскости затем что делаем ну давайте можно начать с чеснока можно соли не важно то есть мы начиняем чесноком я здесь приготовим начиняем так покорочковая а 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 Спасибо. Перевернем. Теперь с внешней стороны. Здесь у нас грудка толстая. Нашпигуем чесноком. Дальше. Возьмем соль. Солью с двух сторон посыпаем. Перец. У меня здесь черный перец. Кто-то красный используется. Можно комбинировать. Вверх с черным, не с красным, а наоборот. Так. Переворачиваем. Сону внутри. Прошу прощения. Это спрейер. Поговорим. Так. Прошу прощения. Да. Так. Прошу прощения. Прошу прощения. Впередом. Включаем плиту, наливаем масло, перец. Включаем плиту. Пока у нас немножко масло прогревается, мы готовим дальнейшие действия. Затем мы погружаем курицу, собрав все ее конечности. И кучку, как говорится, чтобы в сковородочке поместилось. Дальше. Берем вот такую сковородочку. Это чугунная сковородочка, очень тяжелая. Ну, килограмма 4 она весит. Вот, хорошо отмыть дно надо. Затем этим сковородкой нагружаем курицу сверху. Ну, сжимаем. Так вот, повиднее будет. И сверху, ну, кто-то использовал там утюги старые, чугунные были. Все, что тяжелое в доме есть. Ну, я трехлитровую банку горячей водой налил, чтобы сковородка подогрелась сверху. У нас не холодно было так. И давить хорошо. И вот таким образом она теперь должна жариться. Не в духовке, а вот именно на плите, под большим гнетом. Вот, ну, пока мы прервемся. Так. Ну что, у нас прошло 7 минут. Посмотрим, что у нас там получается. Так. Снимаем груз. Убираем сковородку. Ну, кстати, не советую мужчинам дарить такие сковородки. Боюсь, после такой сковородки может быть печальный конец. Так. Теперь смотрим. Вот, что у нас получается внутри. Сейчас мы переворачиваем. И повторяем уже процедуру. Добавляем панночку. Ну, я думаю, минут на 10 у нас будет перерыв. Так, ну, посмотрим, что у нас здесь, чтобы не прогорело на всякий случай. Снимаем. Опа. Так, смотрим. Так. Вот. Еще раз перевернем. Обычно за два приема можно сделать, но я давно не готовил, боюсь, чтобы ее не поджечь. Но, чтобы полностью она прожарилась, еще ее поставим. Таким образом. Ну, минут на 5, может быть, достаточно будет. Так. Ну, конечно, в доме не у каждого есть такие тяжелые сковородки. Можно придавить любой сковородкой. Ну, главное, чтобы сверху был очень тяжелый груз. Только таким образом получается очень вкусная курочка. Там в собственном соку сейчас она находится. Поэтому, как курица будет извлечена, вот это, что остается в сковородочке, очень хорошо там, скажем, с макарончиками, может, пюре картофельное полить. Очень вкусно получается. Острая такая подлива. Ну, ждем еще немного. Ну что, будем смотреть, что у нас получилось. Что у нас получилось. Сейчас я на камеру поближе все покажу, что у нас получилось. Ну, вот, что мы имеем. Проверить можно мясо на готовность. Ну, это очень просто делается. Вот самые мощные, где у нас места. Если белое мясо насквозь, значит, готово все. Все, больше ничего не нужно делать. Так что, готовьте и пробуйте шедевры советской кухни. Это было одно из блюд, которые в ресторанах готовили. До свидания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До следующих роликов.